Муся появилась у нас в студии, пришла она к нам не одна, вместе с Натальей Догадаевой, и пришла по интересному поводу. Мы сегодня будем говорить о том, как совместить красивый интерьер и питомца, чтобы вашу красивую квартиру не испортила какая-то некрасивая мебель. Доброе утро! Доброе утро! Мне кажется, все стены должны быть просто бетонные, без какого-либо покрытия, и тогда ни одни когти их не потрепают. Вы знаете, на самом деле, каждый производитель своего материала, вот каждый магазин, допустим, обоев, ковров, того, что мы думаем, что нежелательно для нашего интерьера, если у нас есть питомцы, скажет обратное. Всегда предложат какой-то альтернативный материал с каким-нибудь составляющим дополнительным, который будет специально создан для того, чтобы животные это не испортили. Вот я когда себе ремонт делала, я вообще не думала, что я заведу питомца. У кого дизайн заказывали? У себя. И через год у меня появилась мусяк. Ну, конечно, для обустройства нашего быта все проблемы оказались решаемы, да, но тем не менее, если вы не как я и планируете сделать ремонт, и у вас уже есть питомец, либо вы планируете его завести после ремонта, то послушайте несколько советов. Ну и первое, конечно же, это обратите внимание на качество отделочных материалов. Самое главное, это вот напольное покрытие, то есть то, с чем животное там ежедневно сталкивается, бегает, бегает когтями, играет и так далее. Если вы покупаете ламинат, на нем есть маркировка, чтобы он был не меньше 33 класса. Ну вот, например, есть еще вот такое решение, это кварцвиниловый ламинат, то есть здесь виниловая плитка и кварцевая составляющая, то есть он очень прочный, вы видите, его невозможно согнуть. И у него очень хорошее покрытие, которое антистатичное, что приемлемо, вот если у кошки там или у собаки начинается ленька, чтобы, ну, соответственно, не провоцировать. Вы знаете, сопоставима цена с ценой хорошего ламината, то есть либо ламинат 33 класса, либо напольное покрытие, вот кварцвиниловый ламинат. Ну, а тут нужно понимать, что если мы там в какой-то момент сэкономим, менять это будет, конечно же, дороже, чем изначально. Мне всегда кажется, что вот подобные вещи, да, строители материала, они все-таки для коммерческого использования или нет? Потому что по квартире не так часто ходят, тем более, если у тебя есть такая кошка, который впоследствии, такой котенок, который впоследствии превратится в кошку, может быть, это даже слишком будет, нет? Нет, ну, знаете, есть, допустим, собаки, у которых достаточно мощные когти, да, если, допустим, взять с ламинатом... Если котенок, берете 33, если собака, какой-то 50... Нет, ну, это другое немножко, это кварцвиниловая плитка, то есть он как раз и приятнее для... ну, тактильно приятнее будет, чем, допустим, тот же самый ламинат, потому что на ламинате, ну, вот я хозяйка кошки не раз видела, как она подскальзывается просто и, ну, может получить травму, да, вот, этот более такой матовый, более приятный, у него есть сцепление хорошее. Хорошо, а дальше? Дальше диваны у нас тоже любимое место для того, чтобы кошечки мало того, чтобы полежали, но и поиграли с этим диваном. Вот, есть вообще ткани специальной категории, ну, как бы так, неформальное название у них антикоготь, ну, мы можем даже посмотреть, что их, ну, невозможно зацепить. А вообще все вот... Плотные такие, да? Да, велюровые ткани бархатные, то есть не рогожка, где вот мы можем легко ниточку вот так извлечь, а вот такой, такого состава тканей, синтетические, скользкие, для кошек не привлекательные, они, в принципе, не наносут урон вашей мебели. Ну, опять же, стоит понимать, что нет вечных материалов, и у всех животных характер разный. Если вот, например, вот такой ангелочек, как у меня, может, проблем особых и не быть, да, но если, к примеру, у вас собака, которую там нужно поддавать, там, она еще маленькая, то можно испортить, в принципе, все. А что касается интерьерных решений для, значит, котов и собак, вот я смотрю, у нас сегодня здесь есть специальные лежанки, так называемые, да, они же тоже могут вписаться, да, в любой, практически, интерьер. Да, для обустройства интерьера, кстати, учеными выдвинуто предположение, и даже как такая аксиома, что животным тоже не чувство прекрасного, то есть они оценят то, что вы для них стараетесь, и подбираете что-то красивое. Они ходят, понюхают, а потом будут лежать на своем любимом подоконнике, и не подходить к тому, чего вы им приобрели. Нужно выбирать, ну, то есть локацию для кошки нужно выбирать, допустим, ну, я как хозяйка кошки вам советую, то есть то место, которое ей нравится, где она лежит, туда, ну, лучше и поставить лежанку. Ну, вообще мы выбираем три зоны. Функциональное зонирование для квартиры, вот так же и для животных, то есть зона отдыха животного, где вот он спит. Зона, где принимает пищу. И туалет, наверное. Да, и туалет. Вот с туалетом, пожалуй, больше всех вопросов, потому что, ну, сам по себе лоток, он достаточно неэстетичен, да, вот с наполнительным. Если, допустим, он где-то в коридоре, либо в ванной комнате, там, ну, посторонние запахи, нет-нет, они все равно... На балкон надо поставить. Ну, смотрите, сейчас уже производители вот этих вещей, то есть прогресс не стоит на месте, и запретены даже настоящие унитазы для кошек, которые подключаются к водопроводу. И если, например, вы планируете ремонт, вы просто закладываете сантехнические выводы, то есть подвод воды, слив воды. Сейчас вы можете понять, насколько сильно вы любите своего питомца, и можете позволить ему отдельную сантехническую. Отдельный санфайл. Ну, смотрите, когда так говорят, я обычно привожу в пример Карла Лагерфельда, да, когда он проектировал интерьер известного отеля в Париже, популярного, он предусмотрел в своем королевском сьюте отдельную комнату для кошки. Ой. Да, все в светлых тонах, отдельная кровать. К сожалению, мы не можем спросить у кошки, понравилось ей там или нет, было ли комфорт, или, может быть, чего-то не хватало. Это только наши мечты и желания, но для того, чтобы действительно наш ремонт был практичным, стоит обратиться к современным материалам, да, которые намного дороже привычных нам, но могут дольше прослужить и не поддаться воздействию когтей, ну или каких-то других желаний наших питомцев. Да, ну еще хорошее решение, как такой совет, если у вас уже сделан ремонт, и вы хотите, чтобы реквизит для кошки не выбивался из общего интерьера, это текстильное оформление, вот мое любимое, которое мне всегда нравится, допустим, в тон можно взять подушечки для дивана и сшить лежанку. Вот эта подушечка, она съемная, вот еще одна есть, то есть ее можно постирать, то есть в принципе довольно удобная вещь и выглядит эстетично. А для лотка можно сделать, допустим, если лоток стоит в прихожей, чтобы не портил вид, просто взять какой-то комод или тумбу, сделать лючок для кошки входной и там, соответственно, оборудовать туалет. Упровести электричество, да, и кабельный телевизионный. Спасибо большое, будем надеяться, что наши телезрители используют эти советы, пересмотрят этот эфир, очень много визуальных картинок, которые вот, визуальных решений вы продемонстрировали, тоже интересные, возможно, кто-то и возьмет их себе на заметочку. Да, мужчина? На тебе. Спасибо.